Добрый день, мои дорогие любители вязания! В первых видеокадрах вы видели, на мой взгляд, удивительную работу. А полотно, связанное с разных оттенков пряжи, собранное в такую красоту, я попыталась сделать нечто похожее. Но решила, коль уже я это пытаюсь, будем пытаться делать вместе. Я думаю, что многим это понравится, потому что не только, допустим, покрывало одеяло, а мне почему-то очень вяжет, смотрится красивый будет кардиган. Поэтому давайте будем разбираться вместе, чтобы и вам будет не так скучно, и мне будет веселей. Вот у нас с вами есть схема. Сейчас я немножко подъеду. И вот, смотрите, вот первая схема, мы должны с вами связать вот такой вот крестик, как вот здесь вот показано. Казалось бы, вроде бы не так уж и сложно. Но с другой стороны, есть определенные... Ну, наверное, это связано с тем, что мы привыкли вязать в определенном направлении и порядке, поэтому, если поймешь ритм этого вязания, тогда будет достаточно легко. Вяжем с вами первые 4, 3 воздушных петельки. 1, 2, 3, я беру 4, да? У нас должно быть с вами 1, 2, 3, 5 столбиков. 5 столбиков с учетом петель подъема. Вот у нас получается 1 столбик, 2, 3, 4, да? И теперь у нас с вами должен быть еще 5 столбик. Поэтому я делаю 1 воздушную еще. И 1 столбик, 2, 3, 4, и вот здесь у нас с вами должен быть 5. Поэтому мы 4, 5, 6, 7 и 8. Я делаю накид и захожу вот. Сейчас мы с вами посчитаем. У нас осталось с вами 1, 2, 3, вот 4, 5, да? Теперь подряд мы вяжем с вами еще 3 столбика. Это у нас с вами будет центр. Хотя, в принципе, это даже может быть один из цветов пряжи. Просто вот такой вот, как бы, прямоугольник одного цвета. Если у кого-то есть такая гамма цветов, которая будет расходиться достаточно красиво и интересно, то это может быть тоже начало, далее может быть другое. Но мы с вами работаем по вот этой схеме. Смотрите, мы начали вот с этой точки. Связали 5 воздушных, 3 и связали еще 4 столбика. Мы с вами вот в этой точке. Теперь, как нам показано, нам нужно связать вот сюда воздушные петли, повернуть вязание и сделать вот этот с вами прямоугольник. Поэтому вот с этой точки мы должны с вами что сделать? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Накид. Заходим вот в четвертую петельку, которую мы связали. Накид, столбик. Это у нас 2, вот у нас 3, вот у нас 4. И вот у нас с вами 5 столбик. 5 воздушная петелька. Мы в нее связали. Что мы должны сделать? Мы должны с вами соединиться вот с петелькой. Вот так. Видите, мы с вами связали вот эти вот два прямоугольничка. Теперь явно по схеме мы с вами должны связать вот эту часть. Как мы будем вязать? 1, 2, 3. Столбик, накид. Заходим во второй столбик, при этом прячем оставшуюся ниточку у нас, да? Хвостик. Второй. Вот. Третий. Вот. Четвертый. И вот тут вот четвертый мы с вами вяжем. И вот тут, смотрите, последний у нас идет 3 воздушных петли. Мы должны соединиться в пятый столбик, да? Здесь у меня получается не очень красиво. Я вяжу вот 2 воздушных, хотя показано 3, и предлагаю связать соединительную. Вот так вот. Для того, чтобы не так сильно. Вот я сейчас сразу отойду, и мы посмотрим. Видите, немножко вот отходит. Для того, чтобы было более ровно. Вот так вот мы с вами связали это. Далее, как мы видим, что у нас идет цепочка вправо, и мы вяжем очередной. С вами прямоугольник. Поэтому с этой точки вяжем 1, 2, 3, 4. Запомнили. 1, 2, 3. Накид. Заходим. В петлю, которую запомнили. Получили 2 столбика. Вот 3. 1, 2, 3, 4, и вот 5 столбик. И мы с вами, конечно, должны соединиться вот с, как бы, с вершинкой, или это было основание нашего столбика. Вот что у нас с вами получается. У нас остался с вами последний вот прямоугольчик вот здесь. А здесь уже, как бы, и, само собой, подсказывает, что у нас 3 петельки подъема, накид и подряд первый, второй, это у нас три. Вот наш четвертый столбик. И пятый столбик нам, опять-таки, предлагают опуститься и связать столбик вот сюда, соединительный. Ну, давайте сделаем так. 1, 2, я захожу в пятый столбик и вяжу соединительную петельку. Теперь мы с вами можем обрезать и будем прятать эту нитку. Можно эту нитку оставлять, допустим, да, если она у вас будет в следующем или узоре. Если вы не хотите, хотя эта нитка будет видна на изнаночной стороне, тогда в любом случае, если мы не хотим, чтобы были видны переходы ниток, значит, нужно обрезать и прятать нитки. Теперь смотрим. Следующий ряд. Следующий ряд, как я понимаю, вот у нас с вами связан вот этот вот маленький крестик. 1, 2, 3 и 1, 2, 3. Так, вот в углу, вот в этом углу мы должны с вами уже присоединиться и вязать следующий наш прямоугольничек. Давайте я возьму вот другого цвета нитку. И вот в этой точке захватываю рабочую уже в этом случае нитку и отсюда прям вяжем. 1, 2, 3, 4. Запомнили. 1, 2, 3. Столбик, накид. Зашли в петельку, которую запомнили. Это у нас с вами 2 столбика. Вот у нас с вами 3 столбик. Вот четвертый. И пятый. Вот так. И мы с вами заходим опять-таки в вершину уже готового как бы прямоугольника или первого ряда. Тут уж не знаю, как назвать правильно. Вот мы с вами связали вот эту часть. Далее у нас показано, мы поднимаемся вверх и присоединяемся вот к этому. 1, 2, 3, накид, второй столбик, третий, четвертый, и вот пятый. соединились с вершинкой. 1, 2, 3, накид, второй столбик, третий, четвертый, и вот вы видите, вот наш пятый. Опять-таки мы опускаемся. 1, 2, мы должны зайти как бы вершинку и связать соединительную. Смотрим дальше. А дальше у нас с вами мы должны опуститься на вот этот прямоугольник. Я делаю накид и захожу вот из этих пяти захожу в первый. При этом можно захватить уже видите ниточку, которая у нас осталась от первого ряда и вяжем с вами столбики. Есть. Три. Вот четвертый. И пятый у нас опять-таки мы с вами вот видите, опускаемся вот сюда столбиками. 1, 2, вот наша будет как бы третья петелька. Мы в нее должны зайти и связать соединительную. И с этой петельки мы вяжем 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Накид. Зашли. Два столбика получили. Вот у нас третий. Четвертый. И вот пятый. И соединились с вершинкой. Вот так. Смотрим. Видите, у нас с вами получилось. Мы находимся вот в этом месте. То есть у нас с вами подняться нужно тремя петлями. 1, 2, 3. Накид. Второй столбик. Третий. Четвертый. И вот пятый. Присоединились. 1, 2, 3. Накид. Столбик. Третий. Четвертый. Ну, а пятый мы должны с вами опуститься тремя петлями. Давайте я делала обычно 2, 1, 2, 3. Сделаю 3. И мы должны с вами что сделать? Опуститься вот в вершину этого нашего, так сказать, не совсем ровного столбика. Да? Ну, смотрите. Но он явно отходит. Он как бы большой. Поэтому я все-таки думаю лучше сделать 2, 2 воздушных. Зайти в вершину и связать соединитель. Вот так. Так он более прилегает. У нас остался последний ряд. А последний ряд, как вы видите, да? То есть, опять-таки, вот можно сейчас спрятать вот эту нитку. Сюда пропустить. Делаю накид. Захожу в нижний столбик и эту подтягиваю. Столбик 1, столбик 2, 3, 4, и вот 5 столбик. Но, опять-таки, 5 столбик нам предлагают сделать, остановиться не вот здесь, где я остановилась, а вот здесь. То есть, опять-таки, не знаю почему, но мне так больше понравилось. Да? Вот мы с вами связали второй ряд. Теперь нам явно нужно сейчас присоединиться. Следующий цвет нити этот я обрезаю, закрепляю, прячу и присоединяемся. Присоединяем другого цвета нитку. Опять-таки, в уголку, видите, вяжем 1, это у нас 1, это у нас 2, 3, 4 петелька. Запомнили. 1, 1, 2, 3, накид, перешли на нашу цепочку и в этом случае вяжем еще столбики. Это у нас будет третий столбик, вот у нас четвертый и вот у нас с вами пятый. видите, то есть достаточно несложно, главное разобраться. Сейчас мы еще поговорим о соединении, да, что у нас должно быть. Связали 1, 2, 3, накид, столбик, второй, столбик, третий. Ну и как вы понимаете, что ниточка, конечно, должна быть ну, одной размерной группы, да, то есть толщины, потому что, если это будет тонкая, толстая, 1, 2, 3, 4, 5, у нас не получится красоты. Я вот стараюсь подбирать. 1, 2, 3, накид, и столбик, 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 это у нас 4, и вот пятый. Присоединились к вершинке. 1, 2, 3, накид, столбик, переходим на нижний ряд. А тут у нас с вами опуститься должны, да? 1, 2, 3, вот четвертый, и вот пятый. Вот так и зашли, и соединились. Накид, и переходим на нижний ряд. На нижний ряд. Ага, тут мы, видясь, с вами можем прятать вот эту уже нитку, чтобы у нас меньше времени уходило. Вот так. 3, 4, 5, должна быть вот так. 1, 2, и зашли сюда. Вот. Что опять? Накид, переходим в этот столбик. Я уже еще чуть-чуть повторю. Я думаю, вы уже поняли. Я уже поняла. 1, и вот 4. Нам дальше сюда, поэтому 1, 2, мы сюда зашли, да? Связали соединительный и 1, 2, 3, 4. Запомнили. 1, 2, 3, накид, зашли сюда, и мы с вами как бы повернули, У нас идет вязание по кругу. Столбик, столбик, 4, и вот наш пятый. Зашли в вершинку, соединились. Да? И дальше. 1, 2, 3, накид. Ну, я так думаю, что уже все это понятно. Единственное тут у нас, да, вопрос по соединению. Я сейчас покажу. Ну, соединяться, может быть, и нужно было показать, конечно. Можно и иглой, можно и сразу крючком. вот смотрите, соединяться, я думаю, нужно вот так. Мы можем сейчас даже зайти вот до этого места и соединиться. А тут, видите, явно просматривается. Вот, 1, 2, 3, точно так же мы с вами и пойдем. Вот так. Вот, видите, вот оно и пошло соединяться. 3 петельки, накид, дойдем уже с вами до конца этого ряда. Вот так. И последний. и вершинка. И здесь уже, смотрите, 1, 2, 3. Заходим в вершинку. Тут, который у нас уже готов. Накид. Зашли в следующий столбик. И здесь мы с вами протянули вот накид. Следующий. Это у нас 3. Да, вот 1, 2, 3. И здесь тоже ищем третий. Накид. Вот четвертый. И здесь у нас с вами сейчас пятый столбик, да, а мы его должны опуститься вниз. Давайте попробуем вот так. Воздушная петелька. Я захожу в вершинку. Протяну. Для того, чтобы, наверное, не собиралось две воздушных петельки, опустились и связали вот сюда столбик. Вернее, соединительную петлю, чтобы получить вот так. Ну и дальше, понятно, опустились на этот вниз. Второй. третий. Четвертый. Тут. Тут что у нас с вами просматривается? Один, два. Опустились. Протянули. Накид. Прячем очередной хвостик. То есть, очень удобно мы можем с вами походу вязать и прятать все хвосты. Так. Столбик. Накид. Столбик. И так вот мы с вами связали по большому счету три круга. и как оказывается, что справиться с этим можно. Ну так. Конечно, большое, огромное значение имеет правильный подбор цветовой гаммы и качества нитки. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось вам видео ставьте лайки, подписывайтесь. а вам творческих успехов и до скорых встреч. До новых встреч.